так проблемы решаются все буду буду подпадал папа и крик всем обра дорогие друзья с вами в индии там и там охай то хоть на фоне мы сегодня с тобой продолжаем играть в резидент и в 8 вы прошлой части оказались у бароши у бароши потому что нас или я здорово-дорого россия барроша моей повозке я скачусь уже в этой игре кошмар а может мне приснился кошмар что я плесень прошлой серии мы узнали что мы плесень с тобою такая новость внезапно заголовки всех газет вы плесень поэтому мы не умираем поэтому вы всегда лечимся герцог разная была битва спасибо спасибо кто же знал что явится мир а почему герцог уши вообще я полагаюсь раз я очень надеюсь что его нам раскроют очень интересный персонаж я прошу вас мне надо к меранде так я это предвидел им это на вы совершенно уверен чего и что вы развали спасибо герцог за веру в меня вот кстати да я и сам не знаю в смысле все приехал это тебе этого хватит ладно я плесень а ты видимо липовый мед я не знаю и вместе мы разложились что почему почему мы не спросили больше у него я знаю что кстати раньше он предполагался один из боссов мистер будет к прежней жизни вам боюсь уже не вернуться ну конечно я же прессе пойду грибы собирать вы готовы дети да капитан кстати у меня пальцы опять отвалились выбора нет может быть я все же не плесень вот дети начали завывать дети завывают это плохой патрончиков бы мне хотя бы подогнал барош давай поторгуем на прощание мне бы денег немного потому что патронов у меня вообще нету барош ну давай давай патрончик вы готовьтесь как следует да хорошо я брат денег вообще нету просто понимаешь у меня нету ни денег ни оружия ни у меня нету у меня никаких новых пистолетов мы покупать не будем ничего покупать не будем просто покупаем патроны длинный ствол модуль для пистолет да нахрен мне твой пистолет вообще нужен барабан тоже нафиг не нужно пор для щеки моя щека и так уперта все нормально гранаты нужны вот на что я глаз положил отдай мне его обратно я потом заберу не забирай так пусть ваше путешествие завершается не хотите шикануть напоследок хочу да нечем барош нечем чё чё ты чё ты по больному то по больному меня бьешь я бомж бароша бомж я понимаю а ты надо мной скотина еще издеваешься не хотите шикануть напоследок блин но мне бы поапгрейдить мой дробовик дробовик ничего у меня нету а у кристаллический гейзенберг гоша гоша да чего-то докатился кристаллические мощи гейзенберга полный псих чего не псих а он не полный он худой нормально синтез органики и механизмов чувствуется дух владыки гейзенберга владыка владыка гоша гейзенберг он же гоша он же геннадий он же и бать какой молодой человек который в принципе довольно крут так сигару продадим древнюю монету продадим она мне наверное не нужна я хочу поставить древнюю козу поставить козу убить ее мы попробуем с тобою так улучшим оружие разулю если бы у вас были средства ну тогда я бы был не я потому что если у меня были средства то я был бы богат а я не богат как ты видишь давай я проиграть наверно мою снайперку потому что я снайперкой пользуюсь на удивление кстати на большое удивление для меня ёбим-бобим подожди 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 сколько снайперка полторы тысячи дамажит повезло повезло ладно бароши прошу берегитесь-то я попытаюсь конечно спасибо seam уж а ну да конечно патронов кто у меня нету а туда пасима 10 патронов вот это конечно обоцраться вот это конечно хорошо дождей псих патронов эту серьезно да 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 так мне кстати говоря плохо если я подлечусь полей Brahuti учуству such a хорошо я понял я не чувствую себя хорошо так ладно мне похоже Все ненужные места закрывает растения Поэтому мы можем с тобой пойти просто куда хотим В принципе, мы с тобой можем пойти вообще В любую сторону, а сторона осталась Только одна, так что мы пойдем туда Побежали, бегать мы не умеем, потому что бегать мы разучили 39 патронов Понимаешь, 39 патронов у меня на снайперке Я считаю, что это хорошо А, нет, я умею бегать, просто очень Ой-ой-ой-ой, как мало Как мало фпс Походу у Миранда особая способность Понижать фпс у растений Хорошо, главное, чтобы я не понизил свой фпс Мужика убрали, прикинь Здесь мужик всегда лежал Если лежал всегда труп, его убрали Наверное, съели, может быть Миранда съела Или Роза съела Ну, бляд Ну иди вон, не-не, мужик, мужик, мужик Не надо, давайте, давайте, до свидания Драться я с вами не буду, у меня патронов нихера нет Оп, еще одно говно вылилось, добрый вечер Добрый вечер, да-да-да, мужики Летающие и падающие, это здорово Я просто пойду вперед Не пофигу, изучи Вот это я нормально изучаю, хорошо Моя прекрасная дочь Да-да-да, здорово Иди ко мне Ба, она сидит такая, корни трогает Ева, Ева В это время мацает корни Метамицелий тебе не поможет, это грибы В смысле, грибы тебе помогут? Грибы родили ребенка Грибы может быть хорошие тогда, тогда может быть я долбоеб, может я мудак Может быть я злодей Очевидно, будто мицелий, этот метамицелий полезен Он ей только что ребенка воскресил Я так по тебе скучала Симба, это будешь ты Это будет все твой прайд Она протекает, кстати, у тебя А, номер два Почему я теряю силы? Роза! Я у нее забираю силы Роза забирает силы Так, ну теперь она по идее не такая жесткая Итан, ты дебилизмом пропитан Ты, кто тебя вообще учил, что тебе нужно орать? Взял бы шпальну по ней по спине Нет Роза! 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 Убей, пожалуйста, дайте тебе пиздули Кто? Зачем? Ой, Итан Миранда! Да! Миранда, уворачивайся, я стреляю сейчас Пам-пам Интересно У тебя необычное тело Отдай мне розу Две недели вкачалочки Ничего Я убью тебя правильно Вперед, давай! Нормально, убила Убила Пусти Я приближала этот миг всю жизнь Крис, ты хули смотришь сам, бомби по ней А ты хочешь все вот так разрушить? Крис, добивай Я свое заберу Женщина, вы протекаете Крис! Я исполню свою мечту Нет Просто Моя! Что за хуйня? Вот именно Это битва двух ботаников какая-то Розовая Нет, моя роза Крис ты где да где крис он что один раз только выстрелю так я понял ей плевать игнори мы вернулся вернулся раз так понял наверное это вряд ли хорошее как вот так моча под землей пробила сантехнику тихо спокойно больно 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 крис крис где твоя лазерная указка где по глазу до указка собак это ебаной ты чего ничего не делаешь да ты нахуй что сука она вызвала какого-то магненного хуя на 5 заткнуло нет это что произошло да я не сопротивляюсь я просто бегаю марафонец я нахуя спортсмен блять я спортсмен хватит меня бить о подожди да где ты ты не там похоже брука хорош так не надо по ней бомбить на надо по ней бомбить потому что говорят что это она это она вот и я на ты что танцуешь не больно больно лечить нормальная счастливая смерть конечно да вау вау крис ты крыса вонючий куда ты спрятался под заборной подлокотный ты пес так это dark souls пошел даже музыка подходящая я в общем просто должен от него ворачиваться депорт а вот так вот а если хер тебе а если хуина тебе на на лоб тебе давай давай оп 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 нормально не получилось это что тебе больно что так подожди это что-то страшное пошло когда до тебя дойдет что роза моя моя роза подела получила так я понял тебя не ну ну здесь ну здесь надо наверное разговаривать другим разговором я буду говорить с тобой языком боли куда улетела так я понял 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 я бомблю тебя бомбами ты а ты понимаешь что я делаю нет больно больно но в общем-то насрать да 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 крис снесла крышу блять вызови мастера слушай где ты на вызывай 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 я тебе говорю да не убьет меня ничего я перезагружусь что потом вернуть ты где ты куда вернулась ты куда ты где что меня убьет что происходит вообще а где патроны дай патрон ай блять больно на тебе с приклада ну-ка давай тихо тихо патроны 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 не ну ты ты-то точно раньше меня убрешь я тебе говорю я понял тебя я понял я понял я понял а может приять облик дохлой суки не пойдет нет такой не сработает где-то так давай посмотри гнев темного бога кого с каких пор ты тёмный бог ты всего лишь говно какое-то который ебать опять прорвался на технику понял тебя пошли отсюда по патроны дай 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 ой блять понял больно было больно было прикольно опа пошел следующая фаза поехали ща будет надо иллюзии бомбить держись в глаза смотри если что ори а я лечиться не могу жизни жизни нету жизни нету мне ж не дали лечение я умру а я умру а я ж не могу лечиться я умру ладно будем уворачиваться поехали я верну свою дочь ну ну не надо это моя дочь я тебе говорю моя дочь моя моя наша дочь она знаешь как горячая картошка я все друг другу передали и честные слова пошел он пошел он пошел он пистолетиком тебя буду стрелять опа поехали снова дребит вы пошли Ай, блядь, больно, больно, больно. Тихо-тихо-тихо. Восстанавливайся, 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 лечить. Я же... Плетие! Все ради этого дня. Я, сука, этот. Я... Ой-ой-ой, опять она получила. Понял. Отходим, отходим, отходим. Пытаюсь. Не надо, не надо, не надо, не надо. Я, блядь, плесень! Плесень так легко не убьешь. Да потому что я плесень. В этом суть. В этом моя работа вообще. как я должен ее убить крис ты там что писку теребишь пока на нас смотришь где ты где ты крис я помощь помощь нужна твоя крис ну ты говна пирог а крис конечно лосось ленивый поехали это будет самый потный бой для меня у меня нет лечения да я конечно я вообще куда я молодой человек я молодой человек куда ага конечно конечно что я буду делать когда у меня патроновки будет у тебя недостаток железа в крови сука опу вернулись а чё она не сказала ничего типа а что ты будешь на твои то что это где ой и пошла в атаку пошел так у ворота поехали ворота 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 сосай бы да не надо ну не надо прошу тебя но не надо ну серьезно ну дай пожить да не души не души женщин ты блять что массажистка че кто хули души тихо тихо почему но нормально живем 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 ой бла пиздец да я конечно один из вас я ж это тостер иди нахуй ой-ой-ой-ой прилетела прилетела женщина с небес так дайте лечение дайте лечение да кто-нибудь тут что-нибудь ой бля сейчас ударит ворота 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 да ну не надо да ну не надо я тебя прошу я же говорю ну ладно стоповничка тебя футболами все мы молодч Pinilla yo все она уходит следующий этап следующий этап следующая битва вашиْ как 2020-ish he только снесла тебе крышу оба увернулись хорош 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 дай ее щене я бня игра баба ржет надо мной дедите ворота 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 ву qual it likes едини стоишь дура уди в середине стоит нечестно нечестно стоит нах, тебе парочку раз. Где ты? Ага, понял, пиздос. Пиздец. Меня сейчас жарить будут. Жарить будут! Жарить будут! Я не картошка, нахуй, не жарь! Ха-ха-ха! Дебилка, черт жешь, я тебя стреляю же. На! Понял, патроны не надо потратить, просто так. Пока она стоит, тогда надо... Ну-ка на! Ну-ка на! Всё, хорош. Хорош-хорош-хорош. Ну-ка на! Ещё раз. У ворот, у ворот, у вороты. Бля-а-а! Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Жить. люблю жить люблю жизнь жизнь на патрон для снайперской винтовки хорош на счете грех снайперской винтовки ну-ка на ой прятаться 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 а некуда прятаться она уронила на меня гору так понял тебя сейчас ничего сейчас ничего да ну не надо нам не надо мне не буду я не устал мочится 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 начинается начинается вот этот душнина ворота 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 да 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 как я тебе говорю в прошлый раз просто ты пораньше меня тихо 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 ты где ну-ка на а я и сейчас огненный шары полетели вон ты ёбаный волшебник и она моя дочь вот именно вот да 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 хорош это первый раз добрый нормально Типа у ворота. У ворота. Идут, держи. Идут. Да Идут, беги. Роди, пожалуйста. Вот как ты в прошлой серии рожал пистолеты. Ну не надо. Ну серьезно, блядь. Ну дай пожить, дай пожить. Да дай же пожить мне. Другой не посмеет отнять меня рот. Или мою дочь. Да что у тебя тут жирная такая, а? Давай. Еще раз. Хорош. Еще раз. Что такое? Что такое? Она чем в атаку пойдет? В атаку, в атаку, в атаку, в атаку. В ворота. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пиздос. Что за дерзость? Да какая дерзость? Снайперская винтовка, я тебе говорю. Патрончики, патрончиков много. Ой, Булат. Прям под нее побежал. Да сколько ж у тебя жизни, скотина. Нафиг иди. Я тебе сказал, что два выстрела, а она отстывает. Ага, перестала быть с собой. Оп, у ворота, у ворота, у ворота. Где она, где она? Тихо, прячься. Прячься, прячься, прячься. О, понял, понял, понял. Хорошо. Мне сейчас нужно что-то типа лечения. Подожди, я, может быть, могу сделать лечение? Не могу ничего сделать. Ты понимаешь, как все у нас с тобой плохо? Если я одержу победу, то я... Жизнь, длинные. Эти члены новых детей. Они не утолили мою боль полуговая ночь. Да какую новость же детей? Может, и есть главная проблема, Нерам? Вот именно, именно, именно. Не способна никого любить. Не способна. Поняла, тупая. Это твоя смерть, Китан Уинтерс. Но, ну, пусть тебя зарежут. Шаг. На сейчас, чтобы ты исчезла всегда. Да. Да, 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 да. На! На! Кого? Что? Проблемы, да? Да, Крис, блядь, ну ты где? Крис, ну ты... Что ты где? Почему ей назвать? Иди нахуй. Вот это звучит. Вот это она звучит. Представь себе, как это при озвучке было. Она сидела и просто стонала в микрофон на протяжении 15 минут для этой игры. Понимаю, да? А Крис такой стоит. Мой пацан, мой пиздюк. Да, 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 да. И у него спрашивает другой солдат, типа, Извините, а вы собираетесь вообще ему помогать? Мой пиздюк, да, мой пиздюк. А в это время меня нахуй... Вот это баба бьет. Так, ну все, Роза получается моя. А у нее глаз вырос. Моя дева! Ой, она сейчас опять мутирует, да? Нет, не мутирует, она стала каким-то причем. Все, дамочка, все, конец вам. Конец. Так, я... Мне показалось звук петуха какого-то. Ка-ка-ка! А Крис сейчас придет и убьет моего ребенка, наверное, да? И меня. Тихо. Тихо. Так, я думаю, что у Розы, кстати, суперсилы какие-то, потому что, как раз мать Миранда говорила о том, что у нее силы теряются, когда Роза появилась. То есть, я думаю, Роза самая жесткая. А, она меня тоже начала разбираться. У нее способности забирать мутамицели у всех. У нее способности деактивировать всем способности. И поэтому, как только я ее тронул, у меня все силы потухли. А ты где был? Ты где, блядь, бежал? Ну же, Итан. Давай, Итан, очнись. Полей его вот этой мочевиной. Вот, вот, вот. Крис, Итан. Ты выжил? Ты вышел. Все кончено. Нам рука свалилась. Да, не для меня. Итана. Забери у него ребенка, Итан разваливается. Ребенок разваливает Итана. А, кстати, барон же сказал, ты разваливаешься. Может быть, не из-за ребенка, кстати. Ну, не знаю, просто выглядит, как из-за ребенка. И та женщина, и этот чувак говорят, что у них потерялись силы. О-о-о. У них потерялись силы, как только они тронули ребенка. Так, а он же минус заложил, бомбу, да, в этот момент. Итан, шевелись. А в этой штуке бомба, которая взорвет чертям всю деревню. Такая маленькая, но такая сильная. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Давай, Итан, спринтуй. Она жива, слышишь? Жива. Мия? Я люблю тебя. Прости. Он это Крису говорит, не мей. Береги розу, Крис. Эй, эй, эй. Вот, 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 вот. И сейчас Итан будет восстанавливаться потихоньку. Сам ей скажешь. Нам покажут, что он умрет, но на самом деле он вылечится. Я тебе говорю. С Итаном все будет нормально. Ребенок перестал его разбирать. Не бросай ее. Смотри, рука перестала быть колбасками. Сейчас все будет. Бля, Итан. Что к тебе? Итан выжил. Итан выжил. Сто пудово Итан выжил. Тысяча процентов. Нам же не покажут, как Итан сейчас умрет. А, ладно, может быть и покажут. Прощай, моя девочка. Знаешь, всегда, если не показывают, как какой-то персонаж умер, то он не умер. И нам не покажут, как Итан умер. Он перестал трогать розу, и поэтому он перестал разваливаться. Я тебе точно говорю. С Итаном все будет нормально. Итан выживет. Я думаю, в следующей серии так или иначе он появится. Возможно, не в следующей, а в после следующей. Зачем ты идешь туда? Ты можешь использовать бомбы издалека, нет? Ты знаешь, что такое дистанционная активация? А Бароша уехать успел? Надеюсь. Роза! Верх! Верх! Поднимай нас! Ой, сейчас как рванет. Стой! Где Итан? Развалился. Ты там плесень. Разважился на плесень или повыше. Быстрее! Сейчас будет взрыв. Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Ми, сядь и пристегнись. Сначала. Сейчас он ей въебет. У него, когда кто-то не спрашивает, точнее, не делает то, что он хочет, он их бьет. Ты скажешь мне, где Итан? Он бы нас не бросил, я знаю. Скажи, что случилось? Где? Там. Он там. Был. Но я тебе говорю, все нормально с Итаном. Мия, не беспокойся. Услышь меня. Все хорошо. Все хорошо. Сказал же тебе, сядь. Нет. Где Итан? Крис? Что ты сделал? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа. Взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да, они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб БСА. Они заплатят. Короче, они, видимо, сами начали использовать вот этих резидентов, персонажей. Точнее, монстров. Зомби. Они начали сами использовать. То есть, они используют сами мутамицелий для того, чтобы атаковать кого-то. То есть, БСАА. Это и есть та самая... Бля. БССАА. Это и есть та компания, которая обратилась к Миранде. Мать Миранда же говорила там в каком-то моменте о том, что... Ой... Сейчас вот это вот опять нам дадут с тобой страйк, наверное. БССАА. Нам говорили, короче, в описании, когда мы читали документы. Там было написано, что какая-то компания обратилась к матери Миранде за помощью с созданием нового биооружия. Мы с тобой подумали сначала, что это компания Амбреллы. Ну, так как Амбреллы там во всем завешены. А это не Амбреллы, это БСАА. Та компания, которая начала использовать как раз этот мутамицелий для создания воинов, для солдат. Ого, там на фоне какой-то гроулит, мужик. В этот войти ему надо. Кстати, вот это вампир. Это Димитреско. Смотри, это Димитреско. Она дает свою кровь. Это да, это все персонажи. Это все персонажи из игры. Первая вампирша, Димитреско. Второй у нас будет кто? Ткач. Ткач. Она управляет куклами. Она управляет куклами, потому что они всегда на ниточках. Блин, круто. Вот это мне понравилось. То есть нам заспойлерили весь сюжет в самом начале, получается. И вот она развалилась после этого. Следующая это рыба. Как раз. Вот такая рыба, которая дралась с нами. Она была боссом в этой игре. Третий босс. И четвертый босс будет у нас этот. Кстати, да, на фоне рассказывают голосом эту сказку. Монстры. И вот она говорит, что там девочка пошла дальше. А, а Гейзенберг ничего нам не предлагал. Мы сами у него забрали. Гейзенберг просто скакал и радовался. Конь. Механический. А мы у нее забрали. А Гейзенберг удивился и не понял. Он такой, типа, ты че собака, сука? Я вообще не хотел этого. И они все пришли. Но пришла мать Миранда. Вот это мать Миранда. Ты, Даров, взяла с полуна. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркало. Мы узнаем, что дальше было. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охлопать. Отхваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Ботя углядел шибашвы. Но ведьма была сильна, и папа крикнул, спасай нашу дочь. Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пожар, взрыв. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары. Как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Вот так вот. То есть это у нас конкретно... Ой, у меня аж мурашки. Это у нас конкретно была отсылка к новому полностью резиденту в самом начале. Полностью сюжет. Блин, крутая игра. Очень крутая игра. Я рад, что мы с тобой ее прошли. Я рад, что мы с тобой ее все увидели. Это было охренительно. Я очень рад, что тебе понравилось. Я бы хотел больше таких игр проходить. И мы будем с тобой проходить больше. Вот эта женщина там рвет голос. Она говорит, из-за тебя там что-то. Она что-то. Я не понял, что она из-за тебя. Принесли собаке дочку. Скорее всего, это Ева. Скорее всего, вот это вот на картинках показывают Еву. Как мать Миранда получила Еву. И Ева, наверное, умерла. Они с отцом с Евой тусят. Им нормально, им весело. Так вот, я рад, что тебе очень понравилась эта игра. Я бы сказал, этот резидент лучший резидент из всех, что был раньше. Лично для меня. Я играл, я пробовал другие резиденты. И этот самый приятный для игры. Самый приятный для прохождения из всех. Поэтому я бы сказал, что для меня эта игра в серии резидентов лучшая. Я очень надеюсь, что упала. Я очень надеюсь, что авторы не перестанут развивать игру. Не перестанут дальше делать новые клевые игры. Я очень рад, что вообще она живет. И еще больше рад, что теперь я смог ее с тобой пройти. И вместе с тобой на нее посмотреть. Насчет сюжета. Сюжет мне понравился. Вот этот факт того, что Итан давно уже, это, плесенью пропитан, мне понравился. Концовка клевая. А, нет, подожди, это кто-то другой. Мать какая-то умерла. А девочка такая, типа, грусти. Не, подожди, а может быть, Ева... Нет, Ева хотела дочку воскресить, да. Сама тема того, что она хочет воскресить свою дочку, нормальная тоже. Да, и вот, мать тоже страдает. Я не очень понимаю, что за история на фоне. Наверное, будут чуваки, которые все расскажут уже. Но я не очень пока что понимаю, как это относится вообще к сюжету игры, как это относится к чему. Потому что вот в гроб положили женщину. И все плачут. Ну, конечно, плачут, кто-то ж умер. И дочка с белыми волосами. Всем, вот видишь, очень активно показываешь, что у нее белые волосы. Прям у всех волосы там цвета какого-то параши, а у нее именно белые. Это значит что-то. А что значит, ну, я пока не знаю. А, и девочка тоже решила помереть. Ну, в принципе, понятно. Ясно. И отец такой, да ебанно, ну вы задрали. Что ж такое, может тебя в кастрюлю кинут. Он пошел, короче говоря, искать. А мужик говорит, лянь, еще могу. Джорджу позинг. Умею. А, он тоже несет детей. Все несут детей куда-то. Вон там на фоне люди тоже с детьми идут. И он говорит, типа, мы несем детей туда. Там детей принимают, как бутылки. И он говорит, хорошо. И они все пошли в церковь. А, они все пошли к матери Миранде. Мать Миранда же говорила, что слишком мало деревня принесла мне детей. Это ответ на вопрос, откуда мать Миранда вообще брала себе приспешников. И вот мать Миранда такая ебать. У меня есть проектор и телевизор, смотрите. И все смотрели на телевизор перевернутый. И вот он с беловолосой девочкой. И, интересно, а что-нибудь важно, что она беловолосая? Подожди, а случайно Итана здесь не было? Мать Миранда вкалывала ему, наверное, Митамицелий. Для ребенку. Слушай, а может быть это Итан, правда? Итан, его жена умерла. Да нет, его жена жива. А, может быть это та из Резидента 7. И она такая, ля, бать. Я воскресло, круто, да? И все. А мужик такой, да зачем? Я не хотел этого. Я просто принес поглядеть. Да, мне кажется, это отсылка на Резидент 7. Как там девочка стала вообще могущественной? Да, точно, точно, точно. Я тебе точно говорю. Хотя вообще-то не точно. Им прививку всем сделали тоже, от Митамицелия. Но они, скорее всего, все помомрут. Только девочка умеет ими портиваться, маленькая. Потому что, наверное, нужно ее вкалывать с детства. Ага, и вот он какаду, вот этот вот. Какаду, из которого они все вкалывали. Но это и так было понятно. Это для нас с тобой показывало, чтобы мы с тобой точную историю поняли. Но нам с тобой так все понятно. Вы с тобой не глупые. Хорошо. А к чему эта девочка? Ну, я уверен, это девочка из седьмой части. Вот, мужику плохо, а девочка такая вопрошает его. Бать, ты что? Плохо себя чувствуешь, что ли? А этот мужик похож, кстати, на деда из Резидента седьмого или нет? Не уверен. Ну и все, как бы. Мужик ушел в темноту. Покашляет немножечко. Обкашляет, так сказать. Находочку. А с дочкой что произойдет? Или это отсылка на следующую часть? Может быть, кстати, это отсылка на следующую часть. Да, батя уже, это, скис. Прокис батя. Стал есть себя. Окей. Я пока пытаюсь понять просто к чему это. Это Резидент седьмой или Резидент девятый? Да, походу, и вот как Аду во всем виноват. Я думаю, что это либо Резидент девятый, либо это просто показывают, как мать Миранда получала детей, либо это Резидент седьмой. Потому что в Резидент седьмом тоже во всем была запечатлена девочка, и она. Там была самой важной Фивой. О, продолжение. Вот эта книга, которую любила Роза. Видимо, она опять читала Розе книгу. Ауф. А, нет. Она выжила. Ну, слушай, тут она симпатичнее выглядит. Может, коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя. Она далеко. А, у него есть ракета. А, ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. По факту. Ну, а еще воздуха не будет. А еще ракета ему, выйти из нее нужно. Глупый, глупышка. Думаю, была не похожа. Ля, унижает ребенка. Рыба не похожа на рыбу. Ты шо, рыба вообще один в один рыба. Она похожа на какого-то эльфа. Сжатого, знаешь. А, она пошла, наверное, Итану, это, цветы приносить. А Роза-то где потратила? Ой, только не говори, что Роза тоже померла. Слушай, а может быть, Мия, та белого волоса девочка, нет? Итан Винтарс. Добрый отец. Папа. Прости, что я пропустила целую неделю. А, а это Роза. Это Роза. Это она. О, она очень похожа на мать. Так, ну то есть все нормально с ней. Ты все знаешь. А это кто, Крис, наверное? Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Модный Крис. Извини, мне пора. Люблю тебя. А что, Крис у меня жену вел, что ли, скотина? Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Это не Крис. Это не Крис, какой-то другой чижик. Нужно решить проблему. Тебя ждут. Эвелина? Эвелина же была в резиденте седьмом. Нет? Я что-то путаю? А Роза где? Где вы Розу просрали? Или ее переименовали? Не смей меня так называть. Да, ее переименовали. Чтобы не палили. Я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Ха. Опа. Блин, ну она жесткая, она сильная тоже. Отбой. Все под контролем. Она, короче, за ней следят все. И называют ее Эвелиной. Зачем-то. Не очень понимаю, какая связь между ей. Знаешь, ты вся. Не очень. Тоже плесень имеешь в виду? Или тоже развалюсь? Я похожа больше на эльфа, на самом деле. Должна была сказать она. Так, ну Роза, по крайней мере, выжила. То есть все, что делал Итан, не просто так, не напрасно. Но я все же думаю, что Итан где-нибудь жив. Мне так. Там вдалеке какой-то человек идет, смотри. Машина сейчас остановится. Машина остановится и игра закончится. Машина остановилась. А мужик идет. Ну это, конечно, Итан. Итан. Итан, да это Итан. Я тебе стопудово говорю, это Итан. Я узнаю из тысячи. Его история отца завершилась. Да в смысле? Он пришел. А, ну может дальше уже будет просто не его отца, а история его розочки. Но, я думаю, он выжил. Какой-то просто Чижик к ним шел в костюме какого-то деревенского челика. Микро-челика. И пришел к ним, а они остановились. Кто это еще может быть, кроме как он? Девять часов мы с тобой проходили. Мне дали две ачивки. Хороший отец и отличный отец. Мы, походу, с тобой какие-то правильную концовку получили. Особое оружие. А, я могу использовать оружие в игре, если я захочу. Я надеюсь, что тебе понравилось. Я надеюсь, что тебе было интересно проходить ее, как и мне. Оставайся на канале. У нас еще будет много игр клевых. К примеру, сейчас мы начали проходить Зайчика, который тоже очень клевая прохожденческая игра. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Увидимся с тобой мы уже в следующих сериях. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.